Дмитрий Куликов На высшую ступень пьедестала россияне в субботу поднимались пять раз. Трижды мужчины, дважды женщины. Кстати, девушки принесли в копилку сборной ровно половину наград. Отметилась в итоговом протоколе медалисток и наша область. Бронзу завоевала Анастасия Коваленко из Ясного. Оказывается, с талантливыми кадрами национальную команду снабжает не только Оренбург. У нас построены комплексы под дзюдо. В Орске, в Бузулуке, в Кувандыке работают секции, в Солилецком районе. И что очень важно, в сельских районах у нас есть дзюдоисты европейского уровня. К слову, наш регион на этом Кубке Европы представляют 11 человек. Не рекорд, конечно. В прошлом году было 12, но все равно цифра впечатляющая. Организаторы уверены, пройдет несколько лет и сборников в Оренбурже будет еще больше. Предпосылки для этого есть. Сейчас в 2013 году мы вышли на цифру занимающихся в городе Оренбурге 2,5 тысячи человек. Задача стоит к концу реализации программы в 2015 году перейти цифру 3 тысячи. База есть желание тоже. В Оренбурже президентский спорт действительно развивается стремительно. И то, что проведение Кубка Европы вот уже который год доверяют нашему городу отнюдь не случайно. В Европейском союзе дзюдо точно знают почему. В организационном плане Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге считается одним по организации одним из самых лучших. Ну и добавим, что сегодня в Оренбурже проходит второй день. Соревнуются тяжеловесы. В их числе и оренбуржцы Мачин, Григорян, Иваниев. Ждем новый урожай наград. Сергей Тыщенко, Вадим Нечаев. Наше время. Сергей Тыщенко, Вадим Нечаев.